Хочу начать с того, что поприветствую пана Романа Сафренька, доктора философии воссоцких наук, профессора из Польши, из страны, с которой наш институт будет наводить хорошие научные контракты. И поскольку у нас второй день открытых доверей в связи с днями науки, Сафренька будет третий. Я хочу подчеркнуть, что у нас каждый день этот день науки, на самом деле. Но празднуем мы всего лишь три дня как хорошую цыганскую свадьбу. Я позволю себе озвучить программу сегодняшней встречи. Нас остается в следующем. Презентация книжек изданных сотрудниками института. Это Андрей Пучков, Борис Лятошинский в виде Игоря Савчука, Любовь Дрофань и Елена Кашуба Вольвач. Потом нас ожидает рассмотр фильма «Свогодные люди», те же сёра Анны Яровенко. Ну и потом «Круглый стол» и всё. А, и Оксана Чипилек покажет фильм, да, Оксаночка? Ну, тогда перед фильмом. Не, не фильмом, а после. А, после фильма будет презентация. Если фильм, то это ещё полтора часа. Понятно, Оксаночка, добро. Ну, в общем, вот такой... Повестка дня такая, чтобы не тратить времени, я начну со своей книжки, поскольку это программа... Книжка издана в издательстве «Дух и литера» в этом году. Она посвящена Осипу Мандельштаму и комментированию его очерка «Киев». С вашего разрешения я прочту этот очерк, он маленький, хотя она большая. Всё остальное – это комментарии к этому тексту Мандельштама, который впервые в таком виде опубликован именно здесь, по трём версиям его рукописи и публикации. Текст состоит из двух частей. Самый живучий город Украины. Стоят каштаны в свечках, розово-жёлтых хлопушках сутава. Молодые еврейские дамы в контрабандных шёлковых жакетах. Погромный липовый пух в нервическом майском воздухе. Глазастые большеротые дети. Уличный сапожник, рукастый, здоровый, словно актёр подмастерья из театра Габимы. Работает под липами жизнерадостно и ритмично. Старый молочарник, где северные пришельцы заедали простоквашей и пышками гром петлюровских пушек, всё ещё на местах. Они ещё помнят последнего киевского сноба, который ходил по Крещатику в панические дни в лаковых туфлях-лодочках и с калечатым пледом, разговаривая на самом вежливом птичьем языке. И помнят Гришеньку Рабиновича, бельярдного мащика из петербургского кафе «Рейтера», которому довелось на мгновение стать начальником уголовного дозыска и милиции. В центре Киева огромные дома-ковчеги, как их мало и в Москве, и в Ленинграде. А в воротах этих гигантов, вмещающих население Атлантического парохода, вывешены грозные предупреждения неплательщикам за воду, какие-то горшовые разметки и раскладки. «Слышу под ногами какое-то бормотание. Это хедер? Похороны? Нет, это молитвенный дом в подвале. Сотня почтенных мужей в полосатых талисах разместилась, как школьники, за желтыми тесными партами. Никто не обращает на них внимания. Сюда бы художника шагала». «Да, Киевский дом – это ковчег шатаемый, бурей, скрипучий, жизнелюбивый. Нигде, как в Киеве, не осязаемо величие управдома. Нигде так не романтична борьба за площадь. Здесь шепчут суеверным страхом. Эта швея делает квартирную политику, за ней ухаживает сам Батвинник. Каждая киевская квартира – романтический мирок, раздираемый ненавистью, завистью, сложной интригой. В проходных комнатах живут демобилизованные красноармейцы, без белья, без вещей и вообще без ничего. Терроризированные житцы ввалят им еду на примусах и покупают лосовые платки. Киевский дом – ковчег паники и злословия. Выходит погулять под каштанами драч, крошечный человечек с кржистиной головкой рантье. Знаете кто? Он подпольный адвокат. Его специальность – третейские суды. К нему приезжают даже извинницы. В самом деле за стеной у драча идет непрерывный суд. Сложные вопросы аренды, распредель мелких компаньонов, всяческий дележ, ликвидация довоенных долгов, великая и обильная юрисдикция драча. К нему приезжают из местечек. Он присудил бывшего подрядчика, задолжавшего кому-то 300 тысяч царских рублей выплачивать по 30 рублей в месяц. И подрядчик платит. В Киеве своеобразно понятие об уличной тишине и ночном отдыхе. Клуб от комхоза и пищевкуса. На фише – мандат. На балконе – военный оркестр. Потом – бал. Ночью улица наполняется неистовым карнавальным ревом. С непрерывычки страшно. На Крещатике и на улице Маркса Николаевской – отпечаток какого-то варшавского кондитерского глянца. Готель «Континенталь», когда-то цитадель ответственных работников, восстановил все свои инкрустации. Из каждого окна торчит по джазбандному негру. Толпа впиряет взоры в балкон второго этажа. Что случилось? Там дуров кого-то чешет. Киевляне гордятся. Все к ним приехали. В городе сразу. Настоящий джазбанд. Еврейский камерный из Москвы. Мэр Хольт. И дуров, не говоря уже о других. Колченоги, Карлик, Дурова, выводят гулять знаменитую собаку математика. Событие. Некор идет саксофоном. Событие. Еврейские дэнди, актеры из Камерного, остановились на углу. Опять событие. Среди бела дня на Крещатике действует рулетка «Буль». Тишина похоронного бюро. Матовые котлы стола вспыхивают электричеством. В тощем азарте мечутся два-три невзрачных клиента. Эта убогая рулетка днем была зловещей. Всякое происшествие в Киеве вырастает в легенду. Так, например, я десятки раз слышал о беспризорном, который укусил даму с тегикюлем и заразил ее страшной болезнью. Беспризорные в пышных лохмотьях, просвечивающих итальянской оливковой наготой, дежурят у входа в кафе. Таких отборных, лукавых и живописных беспризорных я не видел нигде. Террасами громоздится великий Днепровский город, переживший беду. Дом улица Пассаж, обкуренный серой военного коммунизма. И главные тама руины. Против бывшей думы губкома Максов памятник. Нет, это не Макс, это что-то другое. Может быть это замечательный управдом или гениальный бухгалтер. Нет, это не Макс. Часть 2. Трамвайчик бежит вниз к подолу. Слободка и Труханов остров еще под водой. Свайная Мещанская Венеция. За все великолепие верхнего города всегда расплачивался подол. Подол горел, подол тонул, подол громили. Подол выдержан в строго плюгавом стиле. Целая улица торгует готовым платьем. Вылески, лувр, знычка. На площади контрактов киевская ярмарка. Деревянный кукиш-каланчи. Уездный гостиный двор. Луковки подворий. Презвление к подолу чрезвычайно распространено в буржуазном городе. Она кричит как на подоле. У нее шляпка с подолу. Что вы от него хотите, он торгует на подоле. Плоскими улицами подола я вышел на Днепр к старику Розинову, несчастному лесопильному компаньону. Мудрый семьянин и старейшина лесного дела сидел на теплой шершавой доске. У ног его лежали нежные, как гагачий пух опилки. Он понюхал щепотку древесной пыли и сказал, «Это балка больная, чахоточная. Разве так пахнет здоровое дерево?» И взглянув на меня желтыми овечьями глазами, заплакал, как у лача дерева, смолой. Вы не знаете, что такое частный капитал. Частный капитал – это мученик. Старик развел руками, изображая беспомощность и казнь частного капитала. Мученики частного капитала чтут память знаменитого подрядчика Гинсбурга, баснословного домовладельца, который умер нищим, в Киеве они любят сильные выражения, в советской больнице. Но можно еще жить, покуда есть крепкое изюмное вино, любой день превращающее в Пасху, густые и прозрачные наливки, чей вкус самоудивления, и солоноватое вишневое варенье. На этот раз я не застал в Киеве никаких слухов и никаких крыжелатых вымыслов, за исключением твердой уверенности, что в Ленинграде идет снег. Одно в Киеве очень страшно – это страх людей, перед увольнением, перед безработицей. У меня была в жизни цель – много ли человеку нужно? Маленькую службочку. Службочка произносится с дрожью в голосе, со слезами влюбленности и страха. Потерять работу можно по увольнению, тежим экономии, и по украинизации, за незнание государственного языка. Но получить ее невозможно. Сокращенные или сокращенные даже не сопротивляются, а просто обмирают, как жук, перевернутый на спинку, или как ошпаленная муха. Заболевших раком не убивают, но их сторонятся. Вместо серной кислоты обиженные киевские жены мстят мужьям, добиваясь их увольнения. Я слышал такие рассказы в зловеще-романтическом киевском стиле. И слушайте сговору киевской толпы. Какие неожиданности, какие странные обороты. Южно-русское наречие цветет, нельзя отказать ему выразительности. Не езди коляску в тени, езди ее по солнцу. А сколько милых выражений, произносимых нараспев, повторяемые на каждом шагу, как формулы жизнелюбия. Она цветет, как роза. Он здоров, как бык. И на все воды спрягаемый глагол поправляться. Да, велико жизнелюбие киевлян. У входа в пышные преднепровские сады стоят палатки с медицинскими весами. Тут же докторский электрический автомат, помогающий от всех болезней. Очередь на весы, очередь к автомату. На прорезной я видел богомолок. Сотня босых баб шла гуськом, держа в руках мужские сапоги, а впереди монашек чичероны. Бабы шли, не озираясь, слепые ко всему окружению, нелюбопытные, не враждебные, как и турецкому городу. Странное и горькое впечатление от нынешнего Киева в целом. Необычайно по-прежнему жизнелюбие маленьких людей и глубокая их беспомощность. У города большая и живучая коллективная душа. Глубоким тройным дыханием дышит украино-еврейско-русский город. Немногое напоминает о годах эпической борьбы. Еще торчит на крещатике остов семиэтажной громады, с зияющей сквозными пролетами, как колизей. А напротив другая руина с золотыми банковскими вывесками. Днепр входит в берега. Пространство, как загрунтованный полк. Пространство врывается в город отовсюду, и широкая просека Бибиковского бульвара по-прежнему открыта. На этот раз не вражеским полчищем, а теплым майским ветрам. Киев, детское село, мать 1926 года. Все термины, которые здесь показались вам непонятными, я попытался объяснить в виде комментариев, или пояснений, или картинок. И, собственно говоря, не имело бы смысла говорить об этой работе здесь, в Институте проблем со современного искусства, если бы не желание напомнить еще раз аудитории имя такого большого поэта и словесника, как Осип Ильич Музейштадт. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ